Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем декор для пасхальных куличей, шоколадные гнезда и миниатюрные декоративные яйца. Начнем мы с шоколадных гнезд. Делать их очень просто. Темный шоколад кладем в кондитерский мешок или зип-пакет, короткими импульсами по 10 секунд растапливаем в микроволновой печи, каждый раз немного разминая руками пакетик, чтобы шоколад раступился равномерно и не грелся. У зип-пакета или мешка отрезаем маленький кончик и круговыми движениями выдавливаем шоколад в крепкий алкоголь, например в ром или коньяк, можно даже в спирт. Алкоголь должен быть очень хорошо охлажден, поэтому часа за два до приготовления поставьте емкости желаемого размера в морозильную камеру. Если вы будете делать сразу много шоколадных гнезд, учитывайте, что алкоголь быстро нагревается от шоколада и приготовьте несколько емкостей с ледяным алкоголем, чтобы вы могли их менять. Гнезда делайте того размера, как вам нравится, я обычно делаю тоненькие, а при необходимости просто складываю два вместе, чтобы получить более объемное гнездышко. Аккуратно с помощью вилки перекладывайте гнезда на удобную поверхность, которую тоже нужно приготовить заранее. Мне удобнее всего выкладывать гнездышки на обычную разделочную доску, на которую надет полиэтиленовый пакет. Их удобно в таком виде убирать в другое место и снимать с пакета тоже легко. Гнездышки до использования я обычно храню в холодильнике, чтобы они не растаяли, так как дома у меня довольно жарко. Теперь займемся декоративными яйцами. Для этого смешаем в чашке 200 грамм муки и 100 грамм мелкой соли. Добавим 100 миллилитров воды и начнем замешивать тесто. Если у вас только крупная соль, можно измельчить ее в блендере. Когда тесто уже начнет собираться в комок, добавьте 30 миллилитров растительного масла и замешивайте дальше. Если тесто слишком крошится, добавляйте еще по ложечке воды и по несколько капель масла и тщательно вымешивайте, чтобы тесто стало как пластилин. Если наоборот тесто получилось слишком жидковатым, добавляйте немного муки. Как вы поняли, из такого соленого теста декор будет несъедобным. На просторах интернета часто мелькает рецепт приготовления яиц из белка и сахарной пудры, но мне такой вариант не совсем нравится. Во-первых, яйца все равно твердеют так же, как и из соленого теста и их не разгрызешь. Во-вторых, из-за сахарной пудры масса очень липкая и неприятно ощущается на руках. А в перчатках мне работать неудобно. Да и я не вижу смысла тратить сахарную пудру, если декор все равно будет несъедобным. Вымешивайте тесто несколько минут. Готовое тесто для лепки должно быть эластичным и очень похожим на пластилин. Заворачиваем его в пакет, чтобы оно не подсыхало, отщипываем кусочек необходимого размера и лепим яйцем. Из соленого теста можно сделать не только пасхальный декор, но лепить любые другие фигурки вместе с детьми, потом они затвердеют и можно будет их раскрасить гуашью. Так что вот вам заодно идея, чем заняться на карантине. Для пасхального декора можно добавить пищевые красители прямо в тесто и сделать разноцветные яйца, а можно покрыть после высыхания. Если вы хотите получить идеально белое тесто, добавьте белый пищевой краситель диоксид титана. Яйца можно оставить сушиться естественным способом, а можно ускорить процесс, если позволяет ваша духовка, поставить температуру до 40 градусов и режим конвекции, или же сушить в дегидраторе. Время сушки точно я не подскажу, у всех оно будет разное, зависит это и от влажности воздуха в доме и от размера изделий. Я окрашивала яйца, когда они высохли еще не до конца, но снаружи уже были достаточно твердыми, просто аккуратно с ними обращалась. А так высохли они у меня через двое суток маленькие, большие через пять суток. Яйца я покрыла золотым пищевым красителем в виде спрея, сначала с нижней стороны, затем после высыхания с верхней. Спрей содержит спирт, поэтому высыхает очень быстро, буквально за 30-40 секунд. Также вы можете использовать пищевой краситель кандурин, он продается в виде порошка, смешиваете его со спиртом до состояния жидкой краски и наносите на яйца кисточкой. Но спрей, конечно, использовать удобнее и быстрее. Также я решила сделать на яйцах шоколадные брызги, взяла немного шоколада, примерно грамм 10, добавила чайную ложечку растительного масла и растопила в микроволновке. Все смешала до однородности и кисточкой абсолютно хаотично нанесла брызги, они тоже высыхают довольно быстро, буквально за пару минут. Вот и вся наука. Ничего сложного, зато очень симпатично получается и есть чем заняться с детьми, чтобы всем было интересно. Желаю вам хорошего настроения и удачи на кухне. У вас обязательно все получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok